Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Сразу хочется сказать, что здесь присутствуют две такие черты в личности автора. Это действительно романтичность, но в то же время присутствует и большая доля рационализма. Романтичность вкупе с рационалистичностью, на мой взгляд, создаёт весьма жестокую смесь. Состокую, как для человека, который вступает в отношения с автором вопроса и для него самого. Почему я попробую пояснить? Дело в том, что образ изначально, образ романтичный, предполагает некоторую наивность, предполагает совершение нелогичных поступок, предполагает позицию такую, что называется, вопреки. Это романтичность, позиция вопреки. Позиция рационалистичности, уже напротив, представляет из себя действия не вопреки, а действия по набору определенных факторов. То есть, например, я делаю что-то, только если выполняются те или иные условия. И я ни в коем случае не хочу сказать, что это что-то плохое. Рационалистичность, романтичность могут существовать в местах. Они никак не исключают друг друга. Я хочу, чтобы меня здесь вы правильно поняли. Но в то же время я хочу сказать, что при некоторых противоречиях между этими все чертами могут, конечно же, возникать сложности. Вот, собственно, они, эти сложности, как мне кажется, и возникают здесь. По ходу вашего вопроса. Итак, мне 35 лет. Я себе был очень стихнительным. Пишет автор вопрос. Ну, поскольку начинаете вы с своего возраста, давайте уточним, насколько он для вас важен. Я имею в виду возраст. Дальше. Вы говорите, что вы были стихнительным. Я вас понимаю в этом смысле, но хотел бы уточнить. Вы были стихнительным или вы стихнительным остались? Это очень важный момент для раскрытия, скажем так, сути вашей личности. Для понимания ее. Вот. Потому что, если человек стихнительный был, или, например, если человек остается стихнительным, то, конечно, это накладывает определенный отпечаток. Это накладывает определенные нюансы на поведение такого человека, в том числе с другими людьми. Да, да. Вот. Поэтому наша задача с вами, как мне кажется, в этом в том числе разобраться. Дальше. Идем. Присутствовала гиперопека со стороны матери. Пишите вы. Здесь по факту говорится о том, что ваша свобода ограничивалась, ваши инициативы могли подавляться в той или иной степени. И здесь говорится о том, что вам прививалось при воде. К сожалению. Если это так, то, скорее всего, это никуда не ушло. У гиперопеки, в стране, например, родителей, мам, есть и такая черта, как чувство вины. То есть, с одной стороны, вроде бы о вас заботятся, но с другой стороны, когда вы, например, не позволяете заботиться о себе, допустим, что родитель может давить на чувство вины. Что, мол, ты виноват в том, что подвигаешь опасностью себя, из-за этого я страдаю, из-за этого я переживаю, из-за этого мне плохо и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому здесь очень важно на это обратить внимание. Очень важно. Очень важно, чтобы вы сами, сами на это обратили внимание. Сейчас, ну вот, сейчас. Хотя бы, вот, я надеюсь, такая возможность есть. Дальше. Катайми, напротив, превратился в общительного молодого человека. Как? Как вы это сделали? Что вы для этого делали? 26 лет были первые в жизни отношения. Продлительный год. Затем 8 лет был один. Расставание. 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 В данном случае. В данном случае. Скорее всего, для вас была травма. Да. Вот. Поэтому, тут, конечно, вот, есть, на что обратить внимание. Да? Важно по них понимать. Прошли. 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 Льви. Своё расставание. Завершение тех отношений. И, да. Прошли. 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 Восемь лет. Не играет. Потому, что травма могла у вас сохраниться. Ну, и, в принципе, сохраняться до сих пор. То есть, это никак не зависит, к сожалению, от времени. Дальше. Значит, восемь лет был один. Как вы себя чувствовали за эти восемь лет. В этом июне познакомился с девушкой. Е, двадцать шесть. Идю. Идю. Это не так много времени. Е, двадцать шесть лет. Но отношения с самого начала оказались странными. Девушка-дебёнка воспитывала её приёмной мамой, которая взяла ребенка, так как у неё не было мужа. По словам девушки, у её приёмной мамы, кажется, вообще никогда не было контактов интимных с мужчинами. Значит, ну, здесь как-то тоже, по сути, такой тревожный, достаточно человек, неуверенный в себе. И, в общем-то, вот, пожалуй, наверное, ну, наверное, наверное, впитавший с молоком образного ароматуры, хоть и приёмной, некое такое подозрение к мужчинам и специфическое отношение к интимной сфере. При этом здесь важно понимать, что, несмотря на это, как бы, ну, против природы, в общем-то, довольно сложно пойти. И в этом смысле наличие у девушки обычных таких желаний никогда не девается. Вот. Столько в её случае может приводить к некоторым стантамам с поступками. Дальше. Значит, перечислив основные строимости. Первое. После недели отношений, когда всё, как бывает в таких случаях, было супер, начинался, так называемый, конкретно-букетный период. Здесь проявляется рационалистичность, потому что вы говорите о периодизации. Девушка на ровном месте продолжила завязать с нашими встречами. Ну, как вы на это отреагировали. Вот. Но вы говорите о другом. Поговорили, она сказала, что мне от неё нужен только интим. Я вообще не такой большой романтик и так далее. Я думаю, что большой тот факт, что большой романтик никак не обменяет и не исключает того факта, что вам могут быть и интересны и другие связи. И чем сильнее вы что-то отрицаете, а отрицание, ну, вот, как правило, оно такое достаточно, ну, трудоёмкое. Вот. То есть, довольно, ну, довольно трудно, тяжело убеждать человека в чём-то. Вот. Вы, вы занимаетесь отрицанием, ну, как бы этим самым только, значит, увеличивайте тревогу у вашего партнёра. Самое, что мы вынесли оправдывать. В этом смысле гораздо эффективнее, ну, как-то вот, примет, что, да, на самом деле, ну, действительно, мне это может быть интересно. Да, мне интересно, но, как бы, вот, кроме этого, да, есть, там, какие-то ещё вещи, которые меня интересуют. Вот. 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 Варьня. Принавать, в принципе, то, что, ну, как бы, естественно. Да? Вот. А не вот так, вот, как вы, например. Ага. Пишите вот. Вот. В своём, значит, текст. Вот. Вот. И то, что вы говорите, что вы не такой, да, то, что вам нужно, вот, ну, что-то другое. Да, это вот, в данном случае. Противоречие. К сожалению. Потому что одну, другую, как я уже сказал, да, не исключает отслома со всем. Дальше. А, значит, поговорили о нас. Так. А, вот, когда она что-то думала, что менять не нужно только только интима. А почему это странно? Чем это странно? Затем, девочка, пожалуйста, намекала, что она мне не подходит. Но все это приходилось, как раз вытаскивать из неё плечами. Снова это происходило, и на ровном месте, что я сказал раньше, мне нравились девочки. Вот такие, теперь полностью устраивают, что она такая миниатюрная. Она стала болеться после такой фразы. А, ну, здесь вы, вот, к сожалению, сравнили её с другими. Что, вот, тут, как бы, вот, ещё там, с того, что вы, в принципе, про неё знаете, да. Вот, ну, на мой взгляд, несколько странным выглядят ваши решения. Ну, как бы, говорить, да, вот, про, ну, про других девушек. Дальше, значит, спросил, почитала ли она повторенную мою книгу. Она опять отдалилась. Ну, потому-то, это нарушение личной границ вы здесь давите. Она говорила, что отношения такие хороши, когда у обоих полная свобода. Ну, здесь, скорее, страх не свобода. Она мало мной интересовалась, могла предпочесть друзей встречи со мной. Здесь вас, как будто это, как будто вас это задевает в данном случае. То есть, вот, как будто бы вас именно задевает то, что она, вот, ну, как-то, ну, предпочитала не вас. Если вас это задевало, то, ну, это больше вопрос, пожалуй, к вам. Вот, потому что, ну, во-первых, вы старше, и ее, и, соответственно, коль вы ее старше, то, в общем-то, и операция, ну, предполагается, да, что операция, она будет на вас. Получается так, что, в общем-то, опоры никакую в этом этапе не находила. Нет, я не говорю, что она должна вас предпочитать. То есть, она должна друзей предпочитать. Вам. Я не говорю так. Я говорю лишь о том, что, вот, нужно учитывать этот момент, что если вас задевает, то что она предпочитала встреча с друзьями, например. Вот. Это не то же самое. Например, как если бы ловаться, то было, ну, просто неприемлемо, да, и вы, к примеру, требовали бы от, допустим, ну, нее, да, ну, постоянного внимания, например, к себе. Это не то же самое. Вот. Имейте, пожалуйста, этот аспект в виду. Дальше. Значит так. Значит, хочет ходить по ночным барам, выбирая это, а не свидание со мной. Ну, опять же, здесь это детский, эм, как будто бы детский протест. Это сказалось, что после очередной ее выходки хотели последовательной разлуке побыть вместе на выходных, а она решила уехать к сестре за город. Мы не подходим друг к другу. Возможно, она предложила расстаться. Почему это странно? Мне казалось, что ей интересно только интим со мной, а не общение и прочее. Вот здесь забавно, но вы говорите про механизм проекции. То есть это именно проекция, то есть прописывание другому человеку то, что чувствуете вы сами. Вот, поэтому ваше отношение к интимной, скажем так, сфере, эм, ну, для меня выглядит, эм, так скажем, что более-более интересно. Вот, потому что в этом месте вы сталкиваетесь, сталкиваетесь что в первом случае, который вы описываете, что во втором случае, который вы описываете, вот вы сталкиваетесь, вот, с некоторыми, я бы сказал, так сложностями. То есть, с одной стороны, вы блокируете, эм, ну, что-то в том числе и себя, возможное. с другой стороны вы как будто бы сами этого хотите, да, то есть вот такое ощущение, что вы как будто бы не определитесь, есть такое ощущение, что вас разрывает, ну, на час, час. Вот. Дальше. В чем странность, опять же. Не проходила неделя, чтобы не случалось чего-то подобного, ну, девочка сближения боится. Последний случай произошел вчера вечером, не пускал мне в мессенджеры прощальное сообщение, хотя верни накануне общались с позитивным ключом, планировав притчу в четверг и на выходных. Я думаю, что вы уже понимаете, в какой-то степени, что отношения получаются, ну, скажем, так и несколько вымечимыми. Вот здесь. То есть вот, знаете, как будто вы очень, ну, очень стараетесь, как будто вы очень сильно напрягаетесь. Ну, в отношениях. Мне не кажется, честно говоря, что это, ну, такая вот хорошая идея, потому что отношения, если они здоровые, они не устраиваются легко для человека и конфликты преодолеваются легко, а вы здесь занимаете позицию родителя, позицию спасителя. Вот. То есть вообще, если говоря, несколько деструктивную позицию. Вот. А девочка это, ну, естественно, чувствует и сопротивляется. Вот. Да. Это правда. Потому что, ну, вот в ее вероятной реальности, она уже столкнулась вот с таким поведением, с таким отношением, и ей это не нравится. Плюс опыт, а, опыт, а, как бы, мамы видео здесь, ну, вот, дает особо знать, к сожалению. Вот. Поэтому это вот тоже нужно учитывать. А, значит, так. Ага. Сказалось, что не может надо их собирать, так как я говорил ей неправду в мелочиях. Да, такое было, но я говорил это, чтобы ее порадоваться. Купил книгу. Там на себе подарил ей. Сказал, что купил для нее недавно. Она узнала, что покупал книгу пару лет назад. Ну, а почему вы считаете, что в ранде о мелочах допустима? Особенно для человека, который, вот, ну, как бы, не самый спокойный. То есть это изначально вам сложно доверять. Из мелочей состоит наша жизнь, в принципе. Дальше заблокировал меня, где только можно, и все. Сегодня написал ее подруги нехорошее сообщение. Попросил перед от девушки, что устало от ее выходек. Что очень страшно, чтобы было хорошо и прочее. Ну, вот, это, как бы, здесь вы манипулируете чувством вины у девушки на самом деле. Плюс привлекает их от третьих лет. Вот. А, ну, с точки зрения психологии это говорит о том, что вы, ну, не уважаете свои личные границы. Да? Вот. И не уважаете личные границы. Ну, в данном случае и девушки так тоже. Вот. Потому что, ну, как бы, вы через кого-то передаете, ну, сообщения в друг, потому что, вот, не смогли его, словно говоря, сказать. А, ну, ну, прямо. То есть, девушка, как бы, ну, вышла из, эм, из компакта. Вот. Ага. Так вообще-то, ну, она, как бы, имеет полное право на меня писать. И наверно, вот, 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 это вот классическая, о фигmas, hmm. Это правда, но тем не менее, право на жизнь, в принципе, вполне в себе имеет. Вот. Опять же, а из какого чувства вы это делали? Дальше. Она разблокировала меня, мы стали переписываться, она писала, что больше не может не верить, но это правда. Этим сообщением, когда вы вводите на лице, то отношения уже ничего не вернутся. Да, а какое это отношение? Это отношение такое, что вам нужна девочка. На её личность вам здесь не особо обращается внимание. Я, да, видимо, не поможете, предложил увидеться и поговорить о всем. В итоге, соглашусь, написал, что ничего не имеет, но готов меня выслушать. Потом ещё написал, что я иногда с этим поговорю и встретился сзапственно. Вопрос, насколько я не прав в отношениях своих действий, не прав в позиции чего. то, что вы всё время игнорируете свои чувства, как бы выдавая одно за другое, если с такой позиции смотреть, я боюсь, что вы много-много где не правы. Именно потому, что вы одно выдаёте за другу. То есть вы одни свои переживания выставляете как другие. в этом смысле вы не правы много где. А если говорить в смысле того, кто прав, а кто виноват, что нет такого, нет, у девушки свои цели в отношениях. А у вас свои цели, ну как бы в отношениях и это нормально. Поэтому умение сути, вот психологи никого не оценивают. Дальше, я искренне не дрожил, пишите вы. Попробуйте, пожалуйста, увидеть следующее, чем конкретно вы можете назвать как то, что вы дрожите. Вот. Я бы очень хотел этот момент разобрать. Вот, потому что пока что то, чем конкретно вы дрожите, не совсем очевидно. Для меня, например. Ну вот, не совсем. На данный момент. И почему она так себя не обычно ведёт? Какая проблема находится в её прошлом. Ну да, в её прошлом, правильно. Только она не ведёт себя необычно. Она ведёт себя абсолютно обычно для человека, который оказался в таких условиях. Вот. В какой-то степени она похожа на вас в этом смысле. Вот. Она тоже тревожная, тоже стеснительная. Вот. У неё тоже есть, по-видимому, какой-то негатив, ну не очень неудачный опыт. Вот. Ну. В прошлом. Вот. И, возможно, именно поэтому вы хотите её так активно удержать. Потому что в ней вы видите вот себя. Вот. Вполне возможно, что это является той самой вот причиной, причиной. Но, естественно, сейчас это больше, так скажем, область моих предположений, нежели чем, ну, нежели чем действительно. Вот. Я могу ошибаться. Мне кажется, вы не совсем корректно ставите вопрос, говоря о том, кто не прав. Я не думаю, что вопрос, кто не прав или кто прав, как-то может, ну, решить ваши трудности. Я больше апеллировал бы к тому, чего вы хотите. Демонстрируйся к тому, что вам важно. Вот. К тому, какие у вас приоритеты. И демонстрации, ну, демонстрировал бы это. Аппо. Как можно более активно. Это то, на что я предлагаю вам обратить своё внимание. Про мышлоотношения и любви на действия с человеком. Именно про аппо. Не про попытку понять другого человека. Не про попытку быть для него идеальным. Не про попытку удержать его. А именно продвигать ему своё отношение. Вот. Она экономно не противоречивая. Кстати говоря. Вот. Ага. Какой-то такой ответ я могу отдать сейчас с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии, с точки зрения моего опыта. Вот. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Вопреки тому, что вам возможно сейчас кажется, встреча, по крайней мере, та встреча, которая у вас будет, ничего не решат. Вот. То есть не нужно думать, что в той встрече какая-то судьбоносная решающая. Нет. Это не решающая встреча. А если девушка или вы что-то решили, то одна встреча ничего не произойдет. Поэтому вам не нужно спешить и торопиться. А необходимо разобраться в себе. Удачи вам. Всего самого доброго. Обращайтесь за помощью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!